Ну а сейчас мы идем к теме нашего вебинара непосредственной о совмещении разных видов тканей с помощью войлока, наших валяльных таких технологий. Я вас удивлю, дорогие мои, тем, что начну я сегодняшний вебинар с разговора о мире высокой моды, о подиуме, потому что, скорее всего, вы многих моментов вот этих не знаете о том, как войлок по большому подиуму действительно ведет свое шествие. Оно покойно не триумфальное, но набирает обороты. Вот этот вот красивый молодой человек, очень известный дизайнер Александр Вонг. Сейчас его знают по потрясающим коллекциям. Он работал с некоторыми крупными домами моды. Вся одежда его авторства, она очень оригинальная. Но в 2011 году Нью-Йоркскую неделю моды он сразил буквально на повал, произвел фурор некоторыми вещами из своей коллекции. Потому что, на взгляд непосвященных, да, людей мира моды, ткани и трикотаж были объединены, совмещены. Не с помощью обычных швов, а совершенно непонятным образом. Перед показом он никак не анонсировал технику, в которой сделаны эти работы. И только потом появились пояснения. Он рассказал и объяснил, что все детали совмещены войлоком. Причем он совмещал разные ткани. Атлас и шерстяную ткань. То есть, вот смотрите, да, в этом костюме верх лиф пиджака с нижней частью совмещен войлочной полоской. Шва никакого нету, ничего не прострочено, да. И все это держится. В общем, я думаю, что сейчас вы уже, ну, видели где-то, да, много вещей, которые совмещены таким образом. Так вот, по сути дела, в высокой моде, да, Александр Вонг был первым в этом плане. И совмещал он ткани, которые очень сильно контрастно отличаются одна от другой. И все они держались на вот этих вот войлочных переходах. Причем он умудрялся совмещать и искусственный мех, и тяжелое полотно, и шифоновые вставки, вот этими вот войлочными полосками, да. То есть, по крупному счету, швы были сделаны при помощи шерсти путем валяния. Именно таким образом он, ну, половину коллекции практически, да, представил. Это было, ну, на тот момент вот таким открытием. Хотя, конечно, база этого открытия, она лежала в технологии войлока нунофелтинга, разработанной полистрилинг, да, и ее японской коллегой в Австралии в конце 80-х, в начале 90-х годов прошлого века. Причем посмотрите на эти модели. Я специально такую вот подборку фотографий хочу вам показать, чтобы вы видели, какие прекрасные возможности есть, да. То есть, вот тут вот, допустим, из войлока сделана достаточно широкая вставка между тканями, да. То есть, ну, как бы тут есть и войлочное полотно, и войлочные швы, так называемые. Ну, швами их назвать можно очень-очень условно, да. Но, тем не менее, вот войлок выступает как отдельная текстильная деталь в данном случае. Я думаю, что очень стоит обратить внимание, хотя вот, ну, я, допустим, когда пересматриваю, да, работа из этой коллекции, я знаю ее давно, я всякий раз думаю, как интересно играют фактуры, то есть уже чисто войлоком я бы поиграла в этом плане. Вот тут, с помощью вот этой войлочной вставки совмещен трикотаж, ну, в данном случае, из ангоры, да, он пушистый, и шифоновая часть, ну, вот этой вот блузы, да, прекрасной. Очень интересно, контрастные по фактуре, контрастные по весу, да, полотна, но войлок как бы сливает их в единое целое. Технология, в которой создавались вещи Александра Бомбана, это не просто мокрое валяние, конечно, поскольку, ну, вы понимаете, что вещи коллекционные с подиума, они очень дорогие, и да, конечно, их там не занашивают, не затаскивают каждый день, но вещи, которые стоят тысячи долларов, они все равно должны как бы выдерживать какой-то режим эксплуатации. Совмещение проводилось таким образом, сначала прибивалось полотно вместе с шерстью, да, вот стык двух разнофактурных тканей, он пробивался на фелк-машине такой, да, вот иглопробивная вот эта машинка, может быть, сталкивались, вот фирма Дженоме, допустим, да, там есть такие машинки, и только потом подваливался. То есть иногда это позволяло сцеплять, совмещать те ткани, которые на обычный, ну, на войлок непригодны, но вот через вот эти вот отверстия от иголочек прекрасно проходила шерсть, там, где он работал с трикотажем и плотным атласом, допустим. Шерсть, которая должна была сцепить, она подкладывалась нижним рядом, сверху работала по ткани, да, и по трикотажу иглопробивная машина, потом это все проходило влажную обработку, да, и сцепление получалось очень прочным, очень надежным, и, ну, посмотрите, это действительно очень красиво и очень эффектно смотрится. Вручную, да, наверное, тоже можно таким образом совмещать швы иголочками, да, то есть, ну, тут одежда, вы видите, она не только летняя, да, разносезонная, вот тут тоже, да, трикотаж и атлас, то есть, ну, очень эффектные модели, трикотаж сделан, ну, из премиальной пряжи, такой очень красивый лакшери пряжи, да, шикарный атлас, все это очень красиво сочетается по цветам, и вот эти вот, конечно, войлочные переходы, они делают одежду такого плана абсолютно уникальной, неповторимой, потому что, ну, вы же понимаете, что даже краешек, какие-то вот эти вот изгибы, они каждый раз будут абсолютно индивидуальны. Ну, тут вот видно, когда вот именно на этой фотографии хорошо видно, как сам трикотаж, он вырезан неровно, да, специально вот сделан такой краешек, и, да, вот он совмещен таким образом с атласом. Ну, и вот тоже, да, крупным планом тут хорошо видно, тоже атлас и трикотаж, то есть, ну, натуральные ткани, да, действительно, это лакшери, это тонкий тут кашемир. Да, вот в этом платье это кашемир и атлас, тоже очень красиво, тонкой мельносовой шерстью эти детали совмещены между собой. Ну, сейчас некоторые наши соотечественницы, занимающиеся войлоком, преподносят это как грандиозное открытие, но на самом деле, вот как бы корни, да, они вот там, то есть, это все уже давно было показано. Сейчас эти все коллекции, эти модели, они по-прежнему актуальны, и особенно способ совмещения тканей между собой. Еще один дизайнер, это Шон Самсон, да, очень интересный молодой дизайнер, ну, как он, конечно, уже в мире моды давно, сейчас он выступает с очень такими неординарными коллекциями мужской одежды, и тоже работает с крупными модными домами, очень талантливый молодой человек. Но в 2010 году он заканчивал Сен-Мартинс, да, в Англии, фэшн-колледж такой, где учат дизайнеров модных. И его дипломная работа выглядела вот так вот неординарно. Он показал коллекцию мужской одежды, где, собственно, все ткани, весь текстиль и трикотаж были объединены в единое целое, тоже вот таким вот непонятным образом. Все соединения были сделаны валянием, то есть все было из войлока. Ну, у него свой концепт, он создает такие свободные вещи, да, такие блузоны, и эта привычка у него сохранилась до сих пор. Но посмотрите, как интересно шерстью, подходящей по цвету, объединены разнофактурные ткани. Он очень много работал именно с шерстяными изделиями. То есть он как раз вот, может быть, неправильно сегодня рассказывать о летнем войлоке, но поскольку я вам приемы там всякие буду показывать именно с летним войлоком, я все-таки об этом дизайнере обязательно должна рассказать. Он находил абсолютно натуральные, использовал натуральные шерстяные ткани, очень много использовал твиды разнообразные. Эти ткани, ну, как бы такая шерсть, она уваливается сама по себе прекрасно. И поэтому все шовные соединения, сделанные при помощи, да, валяния, они получаются очень-очень прочными. То есть это вещи, которые к тому же еще и очень практичные. Можно спорить относительно фасонов, хотя мне вот, допустим, очень нравятся вот такие вот блузоны и для женщин, и туники, и для женщин, и для мужчин. Брюки, вот брюки тоже вставки сделаны у него, тоже таким же образом соединены. И брюки, ну, я не знаю, ну, вот чисто на мой вкус, может быть, и не стоит так делать. Я не уверена в практичности. Хотя, в общем, все имеет право на существование. Вопрос в том, как сделать. Коллекция у него была очень цельная, очень интересная. И интересен метод, да, приваливания. То есть в некоторых моделях частично он иглопрошивную, пробивную машину использовал. Но любую ткань, шерстяную, да, полотняного переплетения преимущественно, в швы шли срезы с бахромой. То есть, как бы, перед тем, как соединять ткань, ее надо распушить, да, распустить краешек ткани, чтобы получалась бахрома. Один срез, и второй совмещаются в стык, добавляется между ними немножечко шерсти, потом идет работа на иголками уже, да, на иглопробивной машине. Но, вы знаете, я пробовала технологически, и не один раз все то же самое делать без иглопробивной машины. Если таким образом предварительно подготовить ткань, то при минимальном добавлении шерсти, да, вот из кордочеса ли, из гребенной ли ленты, получается тот же самый эффект. Просто вот эта вот бахрома на ткани, она дает вот эту дополнительную, как бы, неровность и фактурность шва, и получается очень интересно и необычно. Об этом дизайне, как правило, никто не упоминает, ну, по крайней мере, из тех, кто занимается вот в нашем сообществе русскоязычном бойлоке. Хотя я вижу некоторые работы, которые по стилистике, ну, в общем, да, очень близки Шома Самсону. И я понимаю, что вот, как бы, насмотренность, она сыграла свою роль. Вот. Ну, вот еще один пример туники. И вот тут вот брюки совмещены, вязанный трикотаж, да, с такими оранами, косами. Точно так же сделаны вот эти клетчатые вставки. Мне очень нравится, что клетчатая ткань и гладко окрашенная ткань объединены. Попробуйте дома. Всегда у всех из вас есть какие-то обрезки ткани, какие-то образцы. И попробуйте. Это очень интересно смотрится. Технически я вам сегодня покажу, как это делать для легких тканей. Но принцип будет оставаться, в общем, один и тот же. Да, то есть хитрости особой в этом никакой нет. Просто многие не представляют себе, что можно вот сделать такие вот простые вещи. И очень интересные, на мой взгляд, были работы Шона Самсона в совмещении ткани и трикотажа вот тоже вот такими вот войлочными швами. Я не очень люблю, когда именно войлок приваливается к трикотажу. Мне не очень нравятся соединения, потому что все-таки плотность всегда разная. Это получаются далеко не самые практичные вещи. Но и в эстетическом плане. Мне не очень нравится, как это выглядит, когда войлок с трикотажем именно приваливанием соединяется. Не видела, вот честно скажу, не видела ни у кого из мастеров работы очень высокого уровня в этом плане. Поэтому я предпочитаю пришивать, сшивать, да, войлок и трикотаж. Мне это ближе выглядит аккуратнее. А вот как-то ткань с трикотажем соединена войлочными швами, вот тут очень интересный эффект, потому что плотность полотна, если она близка, если она совпадает, да, вот тут переход получается гораздо более гармоничный. Но опять-таки Шон Сэмпсон использовал иглопробивную машину. Да, причем как бы опять-таки слой шерсти, который закреплять должен, да, склеивающий слой, он идет внизу либо между краями полотна войлочного и трикотажного. Тут надо пробовать, смотреть, но я думаю, что это очень хорошая идея и она многим из вас подскажет, что сделать еще. Ну, вообще, это, конечно, очень интересный дизайнер. Вот эта картинка, она дополнительная, она как бы не к теме нашего вебинара, но у него вот такая тоже коллекция была во времена его студенчества. Он просто кусочки меха приделывал, допустим, на всякие сетчатые фактуры. Посмотрите, мне кажется, что вот эта идея просится в войлок, вот просто напрашивается, очень хочется это сделать. Я думаю, что хороший заряд вот этой информации вы получили, да, и много чего сделаете. Я должна упомянуть обязательно с огромной благодарностью фэшн-ресурс, обучающий Катин-класс, где я нашла архивные фотографии. Это мне очень-очень сегодня помогло в подготовке к этому вебинару. Продолжение следует...